Впервые на торжественном митинге, посвященном Дню Победы в Исселькуле, вместе со словами благодарности ветеранам Великой Отечественной прозвучали слова молитвы. Епископ Исселькульский и русско-полянский Феодосий совершил литию по почившим войнам и возложил цветы к мемориальному памятнику боевой славы. Город Исселькуль к началу войны населяли всего около 15 тысяч человек. 11 из них ушли на фронт защищать нашу Родину. Чуть менее 5 тысяч ковали победу в тылу. И этот маленький сибирский городок Исселькуль подарил России 8 героев Советского Союза, 3 полных кавалеров Ордена Славы. Радость и гордость земляков переполняла в этот день всех собравшихся. Я очень рад, что меня взяли на этот парад, пройти форму дали. Гордость, рад очень. Больше половины исселькульцев отдали свои жизни, защищая Родину. Из тех, кто вернулся, сегодня живы чуть больше 30 человек, а на праздничный митинг смогли прийти единицы. Ну что-то мало я посмотрел. То было три скамейки. Сейчас посмотрел, ну а куда же. Как и по всей России в Исселькуле, торжественным шествием по главной улице города прошел бессмертный полк. Впервые зримо в праздничном параде участвовали все. И мы, и те, кто в далеких сороковых своей грудью защитил страну. Впервые вместе со словами благодарности, поздравлений и памяти на торжественном митинге прозвучали слова молитвы. Епископ Исселькульский Русскополянский Феодосий отслужил литию по почившим воинам. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! 70 лет прошло со дня Великой Победы России. Но, как и тогда, в далеком сорок пятом, она и сегодня объединила всех от мала до велика в радости, в гордости за свое отечество, в благодарности своим прадедам, дедам и отцам. Воочию показало всему миру, что когда мы едины, мы непобедимы. Дай Бог, чтобы и не только сегодня мы были вместе в таком праздничном наряде, но чтобы и в труде, и в будние дни мы не разделялись, мы объединялись и жили дружно. 70-летие Великой Победы России – это бесспорно большой и значимый праздник для нашей страны. Но одновременно и яркое напоминание того, что мы, потомки победителей, должны суметь сохранить эту победу, стать достойными продолжателями славной истории могучей и крепкой России. Юлия Фарбштейн, Влад Осминцев и селькульская епархия студия «Фавор». Съемки предоставлены и селькульским муниципальным телевидением.